Личный состав Краснознаменной Каспийской флотилии, представители МЧС России, пограничные службы ФСБ России, юно-армейцы, кадеты и многие другие. Сегодня в 78-ю годовщину Дня Великой Победы по главной площади города Каспийска пройдут более 800 военнослужащих. Тех, кто ковал победу своими руками, встречали стоя. Ибрагим Паше Садыкову 99 лет. Он, прошедший через всю войну и познавший вкус победы, передает свою твердость духа и уверенность тем, кто сейчас борется за мирное небо над головой. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 180 тысяч дагестанцев. Из них 90 тысяч не вернулись домой. И сейчас наши земляки мужественно защищают интересы нашей Родины. Наши ребята все духом горжутся, честно говоря. Не только все дагестанцы, все Россия на сегодняшний день. Около 200 награды Орден Мужества имеют. Не считая там за отвагу, за все. Особенно подчеркивают везде российская армия, только дагестанцы. Они на передовых. Ребята мужественные, крепкие, держатся. Иншаллах все будет нормально, так надеемся. Город трудовой доблести Каспийск принимает парад не впервые. Но в этот раз эмоции у присутствующих были совсем другие. Парад, он ближе. Чувствуется, ощущения совсем другие. Тем более, такой близкий человек находится в данный момент, защищает нашу страну. Ощущения непередаваемые. Папа, мы тебя любим и ждем. Во-первых, хочу поздравить всех жителей Дагестана, России с великим праздником 9 мая, Днем Победы. Этот день на самом деле праздничный. И для молодежи, для взрослых, для всего поколения. Вчера мы посещали ветеранов, они делились своими впечатлениями. И один из ветеранов пролила даже слезу, говоря о том, что она завоевала этот Крым в 41-45 годах. И что сейчас нашему поколению приходится опять отстаивать Крым, Украину и другие территории. Защищать целостность России. И было обидно, что опять то же самое повторилось. А что бы это ни повторилось, мы помнили, мы должны помнить о том, что происходило. Мы должны помнить свою историю. Мы должны ее передавать, ценить то, что сегодня есть у нас. Это мирное небо, это мирная жизнь. Официальная часть парада началась с появлением Знамени Победы. Когда-то его водружение над Рейхстагом стало символом окончания войны. После чего было прямое включение с главной площади страны. Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Мы дали отпор международному терроризму, защитим их жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. После выступления президента страны слово взял и глава республики. Уважаемые бедестанцы, товарищи солдаты и матросы, держатели и старшины, кличманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Сердечно поздравляю вас с Днём Победы. Это праздник нашей страны. И каждого из нас всегда был и будет священным. 78 лет назад многоменциональный советский народ одержал победу в самой страшной и кровавой войне. Спас нашу Родину от порабощения, подарил всему миру жизнь и свободу. В каждой семье есть своя история. История Победы 45-го, рассказанная нашими родными непосредственными участниками боевых действий передружниками сына. Благодаря им жива эта память. И её мы передаём сыновьям и дочерям, внукам и правнукам, для того, чтобы Кобик народа никогда не был забыт. Мы преклоняемся сегодня перед теми, чьё мужество, отвага и готовность умирить за отчизну стали страшным оружием возбездия для гибридовских палачей и их успешных. На этот раз Парад Победы воспринимается иначе. И это замечают все. Многие проводят и параллель с той освободительной войной. 78 лет тому назад наши деды и прадеды сломали хребет фашистской Германии. Сейчас уроки мужества проявляют наши земляки, участвующие в специальной военной операции на территории Украины. Семь, которые удостоились высокой звания, высокой степени доблести, семь героев. Это говорит о том, что наш дагестанский народ всегда был и остаётся мужественным, патриотичным. И вновь, спустя десятилетия, рвутся снаряды, полагают пожары, гибнут мирные люди. Вновь на территории Украины звучит немецкая, итальянская, испанская, английская речь. Вновь выпущена коржащая свора с крестами, леопарды, гепарды. И вновь российские военнослужащие, так же, как и великое поколение победителей, вынуждены бороться с этой нечистью. Но мы никому не позволим украсть нашу победу. Кульминацией парада стал торжественный марш военнослужащих и проход военной техники. Кульминацией парада стал торжественный марш военнослужащих и пространства. Ну что ж, парад победы в Каспийске подошел к концу. Сейчас множество людей, в том числе и маленькие дети, рассматривают технику, которая торжественно проходила по главной площади города. И думаю, свои эмоции после парада они передадут сами. Ну что, вам понравился парад? Да, понравился. Ну давайте вместе поздравим всех с Днем Победы. С Днем Победы. С Днем Победы. Карим Гамаев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ Каспийск.